Нейтрализовать идиотизм некоторых фильмов можно только идиотизмом некоторых песен. А скажи ему, что я хочу открыть этот секрет. Она встречалась с Владимиром Лениным и теперь... 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 Не рожа, не кожа, это как-то на него вообще не похоже. Он с женщинами был построже, так что на роман с ним это как-то... Он на себя посмотрел бы и сказал, о боже, так что... И Наденька Крупская была ему куда дороже, поэтому... Не похоже. Ну ты все равно хотела вступить в... Партии. Ты хотела быть достойным членом нашей... Партии. А что ты сделала, чтобы влиться в ряды нашей... Партии. Пойди сначала работать научись, а потом вступай в... Партии. Капиталистам нужно только... Кабор! Серег! Капиталистам нужно только... Кабор! Серег! Кабор! Партия вам ответит стойко. Что ты мелочи? Смотри на себя в исходной стойке. К чему? Кабор! 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 Пока вы там... Прибываете в диком ауте от просмотра всевозможных красных воробьёв... Есть еще картины не менее достойные, просто не настолько известные рядовому потребителю... Пожалуйста. Например, Бёрздей Гёрл. переведенная у нас как именинница где на секундочку снималась никули кидман а также винсент кассель это кстати уже как выяснилось не первая его роль где он играл русского парня у меня был обзор на выпуск точнее на фильм истин промиссис порог на экспорт у нас назывался там у него великолепней шестой из вас видела этот фильм в дублированном варианте соответственно для вас была недоступна вся прелесть оригинальной озвучки чтобы она тебя нашла ну и будет факстой традиционный офисный дрочер из англии мечтает о девушке и от безвыходности обращается в брачное агентство которое поставляет товар из россии товар прибывает к месту потребления выясняется что товар ни бельмеса не понимает по-английски на все вопросы отвечает и даже на вопрос ты жираф тоже отвечает но товар оказывается опытным и пока ее жених коптить своим дыханием потолок в банке она находит залежи кассет и понимает что и суженому необходимо и как проложить путь к его сердцу и завязывается крепкая дружба между представителями таких разных стран основанная на 50 оттенках красного а когда дружба крепка то нужно отпраздновать бат дэй бат дэй бат дэй тудэй сегодня сегодня а какой же бат дэй да без партий и без гостей какой же бат дэй одни сплошные стихи немного непрошенных но зато русских поэтому лучший подарок это ну что дарит русский мужчина когда приходит в гости к русской женщине первым делом бутылочку вкусной водочки а англичане настолько тупой что прям вот по задорного они говорят по-русски не говоришь по-русски и дончик рашин friends to be friends как пел один бисексуал из англии и под русскую народную песню торт и водочку на вопрос охреневшего бритиша а вы собственно кто такие следует сакраментальный ответ вя рашин начинается вечер откровений и чистейшего русского языка алексей который кассель на пробежку бегает в плаще и демонстрирует удаль свою молодецкую рашинс быстро осваиваются и вот уже на балконе висит добытый в окрестных лесах кролик я русский алкоголик у меня для тебя кролик кролик нам не надо напиваться мы идем с тобой купаться конкурсами из пионерского лагерь но с разборками как уже из лагеря не пионерского боже надя связала джонни свитер она кстати мне связала правда другого цвета мне мы не связала что незваный гость хуже русского не будем бить по почкам обольем к кипяточком думаю что лучше меня до что же надо то этому русскому парню да собственно как и всем и джонни отправляется в банк грабит его и привозят деньги этим рашинс чтобы они отпустили его возлюбленную а наденька то наденька то оказывается с ними заодно какие могут быть долги между друзьями когда фрэнс тубе фрэнс когда каждый из них жмот и ценитель спектаклей что волнует алексея когда он заполучил бабки вот вот что волнует человека который гонялся за этими деньгами заполучил их и вот какой какой вопрос гложет его скажи сколько раз тебе пришлось нет ревность и невозможность остановиться уже достаточно мы можем остановиться алексей догадывается о том каким образом его бабе приходилось ублажать проклятого англосакса ну милый броняца только тешится и свитер то оказывается был связан не для джонни но если ты самец то последствия тебе не нужны и тут логичный вопрос человека надевшего красный свитер что мы с ребенком будем делать вот задайте себе вопросом что что надо делать с ребенком дать ему имя дать ему имя все программа максимум рожайте ты хочешь установиться в итоге надя бежит от лёши к джонни которого разыскивает уже вся английская полиция и выясняется то оказывается что она никакая не надя почему же надя которая не надя приехала в англию из россии да потому что там нет работы для женщин и представьте джонни на нашей стороне он говорит ну началось что началось ну вот это вот к чему я уже был готов что в россии зимой так жестко что мы вынуждены есть друг друга и возникает план взять бабки у лёхи гениальным способом с помощью такого пистолета который не пистолет наша русская женщина продала свою душу и свое тело поганому англосаксу я тебя не отпущу я тебя не отпущу группе руки вверх или кто-то мы сейчас замещает надо взять на вооружение эти гениальные строки прекрасный получится хит а эти уже взял на заметку сергей шнуров и вот что приходит в голову русскому отморозку в этой ситуации заставить их потрахаться посмотрим как ты его тракаешь а потом самому но не судьба его настигает тяжелый рок я тебя хочу сейчас крошка моя я по тебе скучаю просто вечер ностальгии по нулевым крошка нет не сделай этого крошка нет и немного конкурсов от тамады на свадьбе вот они едут знаете куда? в Россию ты знаешь ты меня здорово удивил Джонни по паспорту Алексея проходит таможню а Надя которая не Надя его жестко троллит помните в начале он ей задавал вопрос про жирафа ты жива? да да вот такой поворот из Англии где ему светит тюряга Джонни едет в Рашу где все будет хорошо ну согласитесь неожиданный поворот даже такой позитивный ну надо ж наконец на позитивной то ноте окончить хоть один выпуск что нас ждет в ближайшее время в пятницу 24 августа в 20.00 пройдет экскурсия в Петербурге из серии Романовы без соплей эсеры против Николая Николаевича младшего ну и заодно и Николая второго дворец с маличкой Кшесинской прилагается покажу место где изначально начинался город Петербург 25 августа 14.00 это я пытаюсь подгадать под прогноз погоды но не факт будет экскурсия по названию убийства Павла покушение на Чегловитого начнем у инженерного замка и потом двинемся в сторону Невского собственно в этом сезоне я еще почему-то об этом не рассказывал я имею ввиду про само убийство Павла и расскажу про вот один из эпизодов нашей истории когда например писатель Леонид Андреев стоял на страже терроризма в своих гениальных литературных произведениях и на основе чего он их писал 29 сентября в среду в Петербурге состоится экскурсия по Невскому проспекту напичканная просто неимоверным количеством фактов информации и всего остального мы встречаемся у гостиного двора это будет с 20.00 а в Москве к сожалению экскурсия состоится только 2 сентября две подряд за то какие первая будет по улице Варварки и Ивановской горки и по переулкам которые там соответственно внутри бывшей китайгородской стены находится а вторая вообще вообще супер премьерная по набережной я вас проведу и среди прочего там среди рассказа про заряди воспитательный дом про высотку которая должна была стоять на месте этого заряди про то что в итоге построил Чучулин мы все знаем высотка на Котельнической я расскажу про Арсения Авраамова человека которым я специально занимался даже ходил в библиотеку и сканировал издание его 1915 года про полихорт по-моему он назывался такой специальный инструмент который он изобрел короче это человек который был приятелем имажинистов и он устраивал такие вот атмосферные симфонии дирижировал гудками заводскими выстрелами артиллерии пулеметными очередями в общем сумасшедший дом который был возможен только вот в то время сначала он это делал в Баку а потом он это делал в Москве и эпицентром это всего служила электростанция на Раушской набережной вот об этом собственно тоже 2 сентября пойдет речь да и друзья мои я начну на следующей неделе актуализировать информацию о поездке в Париж отпишусь всем кто откликнулся пока планируем на октябрь возможно еще на ноябрь и напоминаю что есть возможность съездить в Париж в моей компании не так чтобы прямо очень дешево но и не за предельные цены на самом деле все подробности я могу вам выслать вы можете написать мне либо в контакте либо на электронный адрес который я оставлю в описании под этим видео и еще одно объявление для людей из Петербурга я в эту субботу буду снимать клип на песню про Трампа это будет ковер версия на песню Pink Try и мне туда нужны будут люди которые будут изображать из себя хакеров взламывающих эту американскую систему там кстати будут ну такие локальные звезды сниматься скажем так если вы готовы в тельнике ватнике или в ушанке поизображать из себя полоумного хакера который стучит пальцами по клавиатуре делать всевозможные телодвижения то тоже напишите мне на электронный адрес или вконтакте я вам сообщу все подробности ссылки на все встречи есть вот там оставляйте ваши комментарии увидимся пока